Эй, смотрите! Здесь подземелье драконов! О, круто! Забава для малышей. Мне это не нравится. О, что происходит? Где мы? Осторожно! Держи лук, парень. Тебе дубинка, вам плащ, невидимка и магия. Непробиваемый щит и разящий шест. Кто это? Это Венджер. Он воплощение зла. А я, хранитель подземелья и ваш проводник в волшебном подземелье драконов. Хранитель берет выходной Помогите! Берегись, сестра! Береги, Бобби! Эй, осы! Я ведь уже извинился. Я вашу лизодел нечаянно. Они тебя не простили, Эрик! Хэнк, Преста, пожалуйста, сделайте что-нибудь! Что за дела? Зачем мне вентилятор? Улетели? Да, кавалер, улетели. Эй, ты как всегда вовремя. Где ты был, когда насосы атаковали? Многое требует моего внимания, кавалер. Кавалер, жизнь хранителя подземелья нелегка. Так я и поверил. У тебя столько магии, а ты ей не пользуешься. Вот, был бы я хранителем, я бы развернулся. Любопытное предложение. И ведь верно, давно пора отдохнуть. Отлично, кавалер, предложение принято. Эй, прости, хранитель подземелья, но о чем идет речь? О том, чтобы сделать кавалера хранителем подземелья. На время, конечно. Меня? Хранителем? Но ведь я... Да, верно. Я отдам тебе всю мою магию и делай с ней что хочешь. Эй, это шутка. Верно, хранитель? Я бы и колпак Эрику не отдал. Хранитель подземелья, он прав. Мне нельзя даже колпак доверить. Ты еще подумай. А-а-а! Эй, что ты сделал? Я не чувствую разницы. Со временем почувствуешь. Но сначала я тебя научу контролировать свои силы. Эй, не парься. Это как раз проще всего... Не относись к своим возможностям легкомысленно, новый хранитель. Да-да, я понял. Знаешь, эти... Эти возможности здорово сушат горло. Эй, я не успел попить. Ты должен понимать, что все в мире взаимосвязано. Каждое действие влечет последствия. Нельзя нарушать баланс. Если вдруг источник воды появится здесь, то в какой-нибудь стране может начаться засуха. А как я узнаю, что делать? Или не делать? И куда идти? Идите на восток. В храм под названием Темное Небо. В этом храме вы найдете золотой фолиант. В нем есть все, что вам нужно. Эй, погоди! А куда ты дел мой волшебный щит? В этом походе твоим щитом будут знания. Он снова исчез. Да, он взял выходной. Эй, вам не о чем волноваться. Вы здесь не одни. Я ваш новый хранитель. Мы знаем, Эрик. Вот и волнуемся. Друзья, я должен вам сказать... Может, вас это даже шокирует, но... Нам туда. Началось! Как бы нам об этом не пожалеть! В золотом фолианте есть все, что нам нужно. Что хранитель хотел этим сказать? Спроси Эрика. Он же сейчас у нас хранитель подземелья. Скажи, Эрик, что это значит? А? О, сейчас я вам объясню. Только это очень сложно и трудно объяснимо. То есть ты и сам не знаешь. Что же ты за хранитель, если понятия не имеешь, что нас ждет? Кто сказал, что я понятия не имею? Ты сам всякий раз как рот открываешь. Скажи, что ты можешь. Хорошо. Внесем ясность в этот вопрос. Если я хранитель, то отправлю нас... Домой. Это же верно. Он прав. Об этом и говорил хранитель подземелья. Верно. Я могу это. Я знаю. Но пока не знаю, как. Хранитель сказал, надо найти темное небо, а в нем золотой фолиант. Фолиант. А что такое фолиант? Ма! Да вы что, полные идиоты? Фолиант это старинная книга. Ну да, Эрик. Уж это все знают. В ней Эрик прочтет, как попасть домой. Так чего же мы ждем? Вперед! Хозяин, у меня есть для вас интересная новость. Говори. Хранитель подземелья Эдди Юнцы ищут золотой фолиант. Он находится в храме темное небо. Золотой фолиант? Прекрасно. Мы не станем им мешать. Этот фолиант станет моим. Следи за ними, тень. Теперь для нас главное глаз с них не спускать. Долго нам еще идти до этого храма, Эрик? Мне-то откуда знать. Ты же хранитель подземелья. О, да, сейчас, чтобы хранитель сказал. Вы найдете его, или он вас найдет. Он может быть далеко, а может совсем близко. Ну как? Ну-у-у! Ой! Да кто вы, чтобы судить меня? Могло быть и хуже. Вот. Баби? Не, давай сам. Благодари, хранитель подземелья. Вы зря суетились. Я бы и сам с ним справился. Ладно, я освобожу его. Нет, 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 не надо. Ты, ты, ты все сделал правильно, стрелок. Любопытно. Значит, кавалер стал новым хранителем подземелья. Сейчас увидим, сможет ли этот юнец справиться с мощным ураганом. Похоже, сейчас начнется гроза. Это не просто гроза. Это происки Венджера. Откуда ты знаешь? Я не знаю, просто знаю. Бегите, скорее. Ого! Весь решила! Стой! Эрик. Как же ты это сделал? Я не знаю. Да, Эрик. Как бы там ни было, но ты молодец. У этого парня есть силы, хозяин. Да. Но зато очень мало опыта. От его силы толку немного. Не будем тратить время на ерунду. Надо искать темное небо и фолиант. Нельзя ли как-нибудь побыстрее добраться до этого храма? Может, я найду что-то полезное в старом сомбреро? О, класс! Ковёр-самолёт. Ну вот. Доверьте хранителю это дело. Да? И что же ты сделаешь? Вызовешь сюда Боинг? Это мысль. Эрик, что это такое? Не бойтесь, всё под контролем. О, вот это аппарат. Отлично! Птичьи авиалинии. Поднимайтесь на борт. Эй, спасибо, Эрик. Да, ты можешь стать не таким уж плохим хранителем подземелья. Если переживу полёт. Эй! Это красный дракон. Держитесь крепче. Сделай что-нибудь, Эрик. Я не умею управлять птицей. Нет! Остаётся только одно. Бросить птицу! Спасай нас, Эрик! Ничего не выходит. О, отлично! Ну-ка, волшебный колпак, напрягись. Сделай так, чтоб все мы спаслись. Эй, а как же я? Он разобьётся. Жёстко. Эй, не надо грустить. Ты ведь жив? Да, благодарю. Какой же я хранитель. Я не мог спасти даже свою шкуру. Не расстраивайся. Чтобы стать хранителем, требуется время. Наверное. У меня пока нет желания повторить полёт. Идёмте пешком. Ну что, пойдём? И что делать? Интересно, долго ещё идти? Мне кажется, мы уже обошли полмира. А вдруг мы где-то не там свернули или не заметили храм? Я думаю, что его трудно не заметить. Ха-ха, а он гораздо больше, чем мы ожидали. Да, и при том такой мрачный. Может, дубиной треснуть? Убери дубинку. Эту дверь сломать невозможно. О! Эрик, ты ведёшь себя как хранитель. Да. Вам пора бы привыкнуть. Скорее, Тень. Мы должны добраться до книги раньше наших друзей. Я надеюсь, ты знаешь, куда нам идти? Да, я знаю, знаю. Хе-хе, не туда. Может, нам сюда, Эрик? Точно. Идёмте. Теперь ты настоящий рыцарь. Рыцарь печального образа. Опять не туда попали. Мы можем год искать фолиант в таком огромном храме. Можем, но не будем. Последуем за юнцами. Если уж кавалер нацепил одежду хранителя подземелья, то, может быть, он стал и обладателем его знаний? Но как мы их найдем? Предоставь это мне. Но ты уверен, что нам нужно идти в подвал? Я уверен. И вообще, что во мне вас так всех смущает? Стиль, Эрик, стиль! И что дальше? Ну, если Эрик считает, что мы правильно двигаемся, значит, так и есть. Мне страшно. Ну и напрасно. Поверьте, нам нечего бояться. Господи, это всего лишь статуя. Ну вот, я же говорил. Эрик, 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 эрик. Что теперь скажешь, эрик? Подъем. Поднимаемся? За мной! Как скажешь! Хранитель подземелья! Золотой фолиант. Вот заклинание. Мы хотим домой. Купира, Алкушун, Аскупатти, Дани, Мазератти. Получилось! Окно! Ты молодец, Эрик! Придется оставить оружие здесь. Ну, а Юни? Возьмем ее с собой, Эрик. Это невозможно, Бобби. Она не выживет в нашем мире. Моя магия будет ее защищать, когда мы уйдем. Прощай, Юни. Я ухожу. Какая трогательная сцена. Но меня интересует другое. Оружие стало моим. Как и золотой фолиант. Скорей! Прыбите в окно, пока не закрылось. Я задержу Венджера. Ты спятил? У него наше оружие и фолиант. Как же ты его задержишь? Я это сделаю. Я же хранитель подземелья. Брось, парень, сдайся. И ты будешь жить. Ни за что, рогатый. Давай, нападай. Покажи мне, на что ты годишься. Только один из нас выйдет из боя живым. И уж точно не я. То есть я. Дурачок. Думаешь, это игра? Я уверяю, это совсем не игра. Надо что-то делать. Даяна, сможешь взять оружие? Попробую. О, нет. Только не это. Неужели ты и впрямь думал, что такой, как ты, может быть хранителем? Какая самонадеянность, кавалер? Тебе пришел конец. Сейчас или никогда? Хозяин, оружие! Стой! Бобби! В яблочко! Наглецы! Я вас всех вместе сейчас уничтожил. Стой! Осмелел? Умри же первым! Знание станет твоим щитом, кавалер. Фолиант! Нет! Надо бежать отсюда! Сейчас храм взорвется! Надо прыгать в портал! Он исчез, Шила! Да, как и мы. Летим! Летим! Жаль, мы чуть не оказались дома. Простите, ребята, я вас ужасно подвел. Чепуха! Ты все делал правильно, хранитель подземелья. Издеваешься? Ведь теперь не открыть портал, я уничтожил золотой фолиант. Но у тебя был порыв отдать свою жизнь. Пожертвовать ею. Он прав, Эрик. Ты рисковал, спасая нас. Правда? Да! О, да, верно? Да! Да, я, наверное, спятил. Слушай, хранитель подземелья, я не против тебя заменять. Это клево. Но лучше сделай меня опять Эриком-кавалером. Ты не против? Конечно, нет. Ох, как я рад быть самим собой. Ты не в обиде, хранитель? Какие могут быть обиды, кавалер? Но запомни, тот, кто хоть раз вкусил власть, уже никогда не станет прежним. Вы слышали? Надеюсь, теперь вы будете относиться ко мне с уважением. Эй, откуда дождь? Хранитель! Останови его! Теперь узнаю тебя, кавалер. А ну, улетай, туча! Хватит меня поливать. Я ведь не лужайка. Ты меня слышишь? Проваливай! Фильм озвучен телекомпанией СТС «Санкт-Петербург». 2005 год. «Санкт-Петербург»